МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Сельские территории обладают мощным экономическим, демографическим, природным и историко-культурным потенциалом. Наша задача – эффективно его использовать в интересах всей страны для достижения нового качества жизни миллионов наших граждан», – отмечает глава государства. С этих слов мы и начинаем свой выпуск. Россия более чем на треть сократила ввоз иностранных товаров, в первую очередь продовольственных. Такие данные содержатся в свежей статистике Федеральной таможенной службы. Сокращение поставок из стран дальнего зарубежья, на которые приходится львиная доля российского импорта, составило за первые два месяца 2015 года 37%. Падение импорта отмечается по всем основным группам товаров, но больше всего просило продовольствия. Это связано с запретом России на поставку мяса, рыбы, молока, овощей и фруктов из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, а также резким ростом курса доллара, из-за которого импортные товары в России стали резко дорожать. Поставки молочных продуктов в феврале 2015 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократились более чем в 5,5 раз. Возрыбы и сахара упал в три раза. Сократились поступления мясных продуктов, фруктов, овощей, алкоголя. На этом фоне можно отметить возрастающую роль отечественного сельхозпродукта, констатируют эксперты. Освобождающаяся продовольственная ниша постепенно заполняется местным товаром. Внесенные российским правительством изменения в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» до 2020 года предполагают существенное улучшение жизни населения. В первую очередь повысится качество работы инфраструктурных подразделений. В Кабардино-Балкарии также утверждена целевая программа по устойчивому развитию сельских территорий до 2020 года. Заложенный объем финансирования свыше 4 миллиардов рублей. Документ предусматривает улучшение жилищных условий граждан, живущих в сельской местности, а также комплексное обустройство сел объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Так, до завершения программы в республике предполагается построить или приобрести для селян более 80 тысяч квадратных метров жилья. Треть будет отдана молодым семьям и специалистам. На этой неделе в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии начался прием документов сельхозтоваропроизводителей на оказание несвязанной поддержки в области растеневодства, сообщает сайт ведомства. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв. Одним из обязательных условий предоставления финансовых средств является проведение сельхозтоваропроизводителем комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования посевных площадей и достижение показателей почвенного плодородия не ниже средне-республиканского. На эти цели планируется направить свыше 100 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета. Полностью с правилами предоставления господдержки можно ознакомиться на сайте Минсельхоза КБР. Добавлю, последний день приема документов – 23 марта 2015 года. Около 49 тысяч гектаров – это общая площадь озимых культур на сезон 2015 года на территории Кабардино-Балкарии. В эти дни в степной зоне республики приступили к их подкормке. Учитывая условия прошедшей зимы, без снежи, а значит отсутствие влаги, растения необходимо подкормить, поддержать их рост. Да и от вредителей и сорняков в скором времени придется обезопасить. По данным Минсельхоза КБР, состояние зимы оценивается как удовлетворительное. На 60-гектарном поле вовсю идет подкормка зимой пшеницы. Зима снегом не баловала, говорят аграрии. Влаги не хватает. Без снежной защиты растения не сразу пошли в рост, поясняет руководитель бригады, прошлым сам агроном Владимир Шапкин. А тому сейчас у земледельцев самая ответственная пора. В оптимальные сроки подкормить зимой культуры, зимой пшеницы, зимой ячмень. В третьей бригаде они поселены на площади 450 гектар. Озимы находятся в хорошем состоянии. Сегодня первый день приступили к подкормке селитрой. Селитрой 150 килограмм на гектар. Все практически средства защиты, средства от болезней, от вредителей, от сорняков все закуплены. В прошлом году ново-ивановцы произвели около 15 тысяч тонн зерна. Урожай анастазимов достигло 50 центнеров с гектара. Эти показатели, говорят, надо сохранить и сегодня. Ключевую роль в этом играет качественный уход за растениями. Всего в Леницах необходимо подкормить и провести хим-обработку посевов на площади в 1700 гектаров. Пожневные начали уже расходить. Все, а зиму надо теперь подкармливать. Технику подготовили, сроки теперь как. Все еще можно сказать. Самая погода позволяла нам работать. Все от погоды зависит. Остальное. И наш труд, как говорится. Со дня на день здесь приступят к севу яровых культур. В целом, по республике они займут свыше 240 тысяч гектаров. Чуть больше, чем в прошлом году. Как отмечает Минсельхоза КБР, в целом в посевной намерены задействовать порядка 1200 агрегатов, используя около 9 тысяч тонн ГСМ. Необходимый объем горючего в республике имеется. Семенами земледельцы также обеспечены. Для координации и консультирования аграриев в районах созданы оперативные штабы. Завершить весь комплекс весеннеполевых работ планируют к 25 мая. Государство оказывает поддержку развивающимся хозяйствам уже не первый год. В своих выпусках мы рассказываем об успешно работающих христианско-фермерских хозяйствах. Об одном из них расскажет мой коллега Адам Абазов. Дойка работает. Вакуум-провод, водяной насос поставил. Отлично. Нормально. Довление хорошее. Хорошо дуется. Дельная пора для фермы зоотехник с 20-летним стажем Анатолий Бахунов собрал сам. Кормит коров тоже по собственному рецепту, да и за здоровьем животных следит без посторонней помощи. На данный момент в хозяйстве более 80 голов крупного рогатого скота. Особая гордость ферми на 15 буренок красной степной породы. Их Анатолий приобрел еще в прошлом году на субсидии, выделенные Минсельхозом Республики. Мы отделились и они дают примерно по 15 литров молока. А оставшиеся 13 марта и в апреле полностью 13 голов тоже отделятся. Планирую увеличить нормальный ход по голове до ста довести. Впрочем, в хозяйстве намерены не только увеличить стадо, но и улучшить его качество. Планируют в ближайшем будущем заняться селекцией. Красностепную породу скрестить с чистоплеменной Голштинской. Это позволит на много раз увеличить надой молока. Выход мяса тоже на 30-40% будет увеличиваться. Первое, второе, третье поголовье гибридных пород, они очень веносны и приспосабливаются более или менее к нашим климатическим условиям. Сейчас фермеры получают в среднем около 20 литров в сутки. Продукцию реализуют исключительно частникам, но после роста поголовья КФХ планирует заключить договоры с крупными молочно-перерабатывающими предприятиями республики. Как отмечают в Минсельхозе, количество последних в ближайшие годы намерено увеличить в разы. В череде событий, которые в последнее время идут нескончаемым потоком, нельзя забывать о тех людях, кто связал свою судьбу с сельским хозяйством, сделал все для развития села, его статуса. Одним из них и был известный ученый, государственный и общественный деятель Камбулат Кирефов. 19 марта исполнилось 103 года со дня его рождения. Первый ученый – кандидат сельскохозяйственных наук в Кабардино-Балкарии. Он же первым из числа кавардинцев и балкарцев получил степень доктора сельскохозяйственных наук и стал профессором Кабардино-Балкарского госуниверситета, которым впоследствии руководил более 15 лет. За период научно-педагогической деятельности ученый опубликовал более 400 монографий научных статей. Камбулат Кирефов воспитал целую плеяду специалистов производства и науки, создал известную в регионе научную школу. Он занимался селекцией и семеноводством полевых культур, разработкой и совершенствованием технологии возделывания кукурузы подсолнечника. Еще до 1940 года служитель науки вывел новые сорта кукурузы – кабардинская белая зубовитная, кабардинская белая кремнистая, а в 1975 году – юбилейную 50, урожайностью 80 и более центнеров с гектара, а также сорт озимой пшеницы – кабардинка. На этом, уважаемые телезрители, наш выпуск завершен. Всего хорошего, до следующей встречи! Субтитры создавал DimaTorzok